Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. С вами компания RDM Import. И вы смотрите очередную серию технических обзоров на тему, куда смотреть при покупке того или иного поддержанного автомобиля. Если вы еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь. На канале вы найдете большое количество полезной информации, интересные обзоры автомобиля не только сверху в формате тест-драйва, но и снизу на подъемнике. Также большое количество советов будущему владельцу автомобиля, если вы стоите перед выбором, что же себе прикупить. Ну, а герой нашего сегодняшнего ролика – это кроссовер, достаточно широко представленный на вторичке, самый серьезный, пожалуй, по части внедорожных качеств, единственный из кроссоверов современных, имеющий понижающую передачу – Сузуки Гранд Витара в кузове JT. Наш сегодняшний пациент – это Гранд Витара, 2008 года выпуска, с двигателем объемом 2,4 литра, автоматической коробкой передач и полным приводом. Гранд Витара данного поколения выпускалась либо в пятидверном, либо в коротком трехдверном кузове. Что касается привода, то здесь он был безальтернативно постоянный, полный. Коробки передач – механика либо автоматическая, выбор двигателей по объемам достаточно большой, среди бензиновых – это 1,6, 2, 2,4, 2,7, 3,2 литра. И один дизель – 1,9 объем, реношный мотор на вторичке представлен слабо и официально не продавался. Его оставим за скобками данного обзора. Ну и вначале традиционно пара слов о кузове автомобиля и о том, как же он сопротивляется нашим дорожным реагентам и ржавчине. Что касается кузова, у Витары слой окраса для Японии стандартный, до 140 микрон, 100-140. Что касается качества ЛКП, в целом оно удовлетворительное, но есть несколько моментов, на которые однозначно стоит обратить внимание при выборе Витары. Первое – это кромка капота на автомобиле, в обязательном порядке осмотрите ее, там образуются сколы, оттуда начинается точечная коррозия. Соответственно, сколы эти необходимо подкрашивать, подтыкивать, как-то залечивать. Но кромка капота – это полбеды. На данных автомобилях основной момент, на который стоит обращать внимание – это задние арки. Не слишком удачная конструкция защитных молдингов, которые отлетают после хорошего залпа из керхера высокого давления на автомойке, может оставить, соответственно, вашу отбортовку крыла без защиты. Соответственно, это место подвержено также пескострую, именно оттуда начинается коррозия задних арок. Соответственно, обратите внимание, если там и была когда-то коррозия точечная, оккупированная вовремя, то ничего страшного. Но попадались на нашей практике Витары, где ржавчина на задних крыльях уже приобретала масштабы достаточно угрожающие. Также из особенностей кузова данного автомобиля стоит отметить тот факт, что практически на всех Витарах пятая дверь имеет потертости от уплотнителя. Соответственно, эти потертости кто-то подкрашивает, кто-то на них забивает. Но с этим, опять же, можно просто смириться. Когда вы будете смотреть Витары, вы наверняка обратите внимание на следы потертостей по внутренней стороне пятой двери. Это нормально. Теперь переходим к обсуждению подкапутного пространства Гранд Витары. Как уже было сказано, сюда могло устанавливаться большое количество бензиновых моторов. Двигатели с конфигурацией V6 объемом 2,7 и 3,2 литра, мощностью 185 и 230 лошадей, соответственно, встречаются на рынке крайне редко. 2,7 это вариант для Соединенных Штатов Америки. 3,2 иногда попадались автомобили, проданные через дилерскую сеть, но таких автомобилей было очень-очень мало. Надо иметь в виду, что двигатель 3,2 это вообще не японский мотор, то есть это двигатель производства General Motors, который также устанавливался, например, под капот Chevrolet Captiva. Сказать про них по большому счету особо нечего, кроме того, что 3,2 двигатель единственный из всех моторов Витары имеет гидрокомпенсаторы, соответственно, в механизме клапанов. Что касается машин, с которыми, скорее всего, вы столкнетесь при выборе автомобиля, если вы будете смотреть пятидверку, то это будет 2, либо 2,4 литра. Мотор 1,6 маленький, слабенький, надежный и стоял он только на трехдверных вариантах. Что касается моторов объемом 2 литра, это J20A, двигатель старинный в хорошем смысле этого слова, рядная четверка с алюминиевым блоком, приводом ГРМ, реализованным посредством цепи. Цепь эта выхаживает на J20A порядка 150 тысяч километров, потом может проявлять признаки растяжения, могут изнашиваться натяжители, башмаки, то есть поменяли цепь и поехали дальше. Про двухлитровый мотор говорить особо нечего на самом деле, а к его малоприятным особенностям можно отнести разве что склонность к закоксовыванию колец, которая может произойти уже к 80 тысячам километров пробега, если человек злоупотреблял, скажем, дилерскими интервалами замены масла и менял масло раз в 15 тысяч, а то может быть и еще дольше. В таком случае вполне могут, опять же, залечь кольца и мотор начинает подъедать масло. В принципе, масляный аппетит характерен и для мотора 2.4. Сам производитель устанавливает нормы расхода порядка 750 грамм на тысячу километров пробега, но из практики, как по мнению многочисленных поклонников и фанатов данного автомобиля, если на 10 тысяч километров ваш автомобиль расходует порядка двух литров масла, то беспокоиться еще не о чем. Катайтесь, как говорится, дальше и пока не думайте о серьезных вмешательствах. Единственное, что двухлитровый двигатель при мощности в 140 лошадиных сил, особенно в паре с автоматом, придает автомобилю достаточно флегматичный характер. При покупке прокатитесь, посмотрите, насколько вас будет устраивать динамика автомобиля с таким мотором. Но в утешении можно сказать, что данный двигатель нормально переваривает 92-й бензин, не требует к себе много внимания и ходит порядка 300-350 тысяч километров до капремонта. Кстати, J20A имеет ремонтные размеры. Для кого-то это может оказаться решающим фактором при выборе данного автомобиля. Теперь перейдем к обсуждению двигателя объемом 2,4 литра. Такие машины на вторичном рынке также представлены очень и очень широко. Вкратце, данный мотор называется J24B. Он полностью алюминиевый. Алюминиевый блок цилиндров, алюминиевая головка блока цилиндров. Привод ГРМ реализован посредством цепи, или вернее цепей, их здесь две. Двигатель имеет обычный распределенный впрыск, не имеет гидрокомпенсаторов, зазоров, клапанов. Соответственно, эта процедура по регламенту должна выполняться каждые 40 тысяч километров подбором толкателей. Крышка клапанов на данном двигателе выполнена из пластика. Данный мотор имеет один фазовращатель на впускном валу. И из особенностей мотора объемом 2,4 литра здесь нет системы EGR. То есть на данном двигателе японцы пошли другим путем. Они применили здесь хитрый впускной коллектор с изменяемой геометрией. Плюс, собственно говоря, на входе в блок, между впускным коллектором и блоком, установлена система вихревых заслонок. То есть напоминает это все 4 маленьких дросселя, которые могут иметь различные положения в зависимости от режима работы двигателя. И данная система как раз таки способствует повышению экологичности двигателя вместо EGR. На 2-х литровых моторах J20A система EGR представлена во всей своей красе. Что касается надежности J24B и каких-либо его слабых мест. На автомобилях, выпущенных до 2009 года, присутствовал один крайне неприятный дефект. Дефект, скорее всего, связанный с производственным браком, либо с нарушением технологии отливки самого блока, либо с каким-то изначально инженерным просчетом при расчете прочности. На данных двигателях появлялись трещины в блоке цилиндров. Трещина эта, как правило, возникала по левой, по ходу движения стороне, в районе третьего цилиндра. Проявлялась она в виде течи антифриза. То есть там было два варианта. Либо антифриз наружу, либо антифриз в масло. И ввиду того, что данный блок алюминиевый, то есть заварить его как-то достаточно эффективно не получится, вне заводских условий, компания просто меняла данные блоки по гарантии. Соответственно, если вы смотрите Витару, и вы не можете обнаружить номер двигателя, то есть при этом площадка на двигателе не имеет признаков вмешательства, то есть двигатель, иначе говоря, номер не был спилен, скорее всего, вы как раз-таки смотрите машину, где в свое время дилер поменял по гарантии шортблок. В таком случае лучше заранее поинтересоваться у владельца, сохранились ли у него документальные подтверждения того, что действительно данный двигатель был заменен на дилере во избежание последующих проблем с постановкой на учет. Однако, отзывной кампании по данной проблеме компания Suzuki не осуществляла, поэтому при осмотре данного автомобиля с таким мотором обязательно обратите внимание на то, чтобы левая сторона блока цилиндров двигателя у вас была сухая, чтобы там не было ни следов масла, ни следов антифриза. Второй особенностью данных моторов, недорогой, но, тем не менее, не очень приятной, является течь масла через датчик давления масла. Датчик давления масла на данном двигателе также расположен по левой стороне блока цилиндров под защитой впускного коллектора. Соответственно, скорее всего, сам датчик сверху вы так просто не увидите, но следы масла на блоке, не пойми откуда взявшегося, конечно, в глаза должны броситься. Так вот, обращайте внимание на сухость левой стороны. Сам датчик стоит недорого, и, в принципе, поменять его можно в гаражных условиях, но это довольно-таки небыстро и потребует кое-каких умений и навыков. Также, что касается течи масла, на данных моторах достаточно нередко на Сузуки Гранд Витара встречается течь заднего сальника коленчатого вала или коренного сальника, соответственно, при осмотре на подъемнике. Обратите внимание на то, чтобы стык коробки передачи двигателя у вас был сухим, там не висело никаких капель. Кроме того, на данных моторах прокладка клапанной крышки это также по совместительству и уплотнение свечных колодцев. Соответственно, если прокладка клапанной крышки по какой-то причине приходит в негодность, то масло может сочиться не только наружу, но также и попадать непосредственно внутрь свечного колодца. Соответственно, свеча у вас будет постоянно находиться в масле, двигатель начнет подтраивать, троить. Так вот, перед тем, как начинать паниковать, вытащите свечной наконечник и обратите внимание на состояние свечи. Вполне возможно, что проблема решится малой кровью одной лишь заменой прокладки клапанной крышки. Также на J24B иногда приходится менять пришедшие в негодность ролики ремня-привода вспомогательных агрегатов, но это вряд ли можно отнести к особенностям именно этого двигателя. Это может случиться на абсолютно любом моторе. Что касается ГРМ и его замены, хотя в данном случае ГРМ у нас реализован посредством цепей, но цепи эти достаточно тонкие, скажем так, могут вытягиваться к пробегу порядка 100 тысяч километров и требовать, соответственно, замены. То есть это вы поймете по характерному шуму работы двигателя. Цепи меняются комплектом, то есть башмаки натяжителей на данном двигателе пластиковые, соответственно, при пробеге порядка 120 тысяч километров были случаи, когда данный башмак просто ломался, попадал под цепь, ну и последствия, в общем-то, были достаточно неприятными. В любом случае до 100 тысяч километров крайне желательно произвести замену цепей, чтобы еще на 100 тысяч об этой проблеме не думать. Несмотря на то, что на этом моторе блок цилиндров официально не ремонтопригоден, однако уже встречаются примеры, когда данный двигатель гильзуется и восстанавливается до нормальной работы. Тем не менее, к его чести надо сказать, что в целом ресурс цилиндра поршневой группы позволяет данному мотору отработать порядка 200-250 тысяч километров пробега при условии, опять же, регулярной смены масла и использования качественных горюче-смазочных материалов. Что касается коробок передач, Grand Vitara могла комплектоваться механикой, причем механика могла агрегатироваться с любым из двигателей, то есть и 1,6, и 2, и 2, и 2, и 4 литра, без разницы. Механическая коробка у вас всегда будет 5-ступенчатая. В принципе, к самой коробке каких-либо вопросов здесь нет. Исключение составляет разбалтывающаяся кулиса, которая может вызвать затрудненное включение первой передачи на горячую, либо вообще невозможность включить передачу на прогретой коробке. Но данный дефект уже давно научились исправлять малой кровью. Также надо отметить, что на Grand Vitara сцепление выхаживает порядка 80 тысяч километров пробега в среднем. И когда вы будете его менять, вы обнаружите, что компания Suzuki в данном случае применила в качестве выжимного подшипника гидравлический узел, то есть выжимной подшипник у вас совмещен с рабочим цилиндром сцепления. Так же, как это было реализовано, например, на 210-х Мерседесах. Что, конечно, не способствует удешевлению данного компонента при замене. Однако, сами по себе механические трансмиссии беспроблемно и каких-либо головных болей вам не принесут. Теперь, что касается автоматических коробок. На Grand Vitara устанавливались только классические автоматы. Пятиступенчатая коробка встречается крайне редко, поскольку агрегатировалась она только с мотором объемом 3,2 литра от General Motors. Что касается четырехступенчатой коробки, то это старинный тойотовский автомат, который носит маркировку A44D. Коробка крайне надежная, очень-очень выносливая. Убить ее можно, ну, если только специально включить на ходу задний ход, скорее всего. То есть это даже намеренно сделать достаточно проблематично. Единственное, к пробегу порядка 200-250 тысяч километров, если четырехступка у вас начала дергаться и подзатягивать передачи, осуществите замену масла с заменой фильтра. То есть обслужите трансмиссию и катайтесь дальше. Четырехступенчатая АКПП на Grand Vitara способна пережить и двигатель, и кузов данного автомобиля. Вот это совершенно точно. Рулевая рейка на данном автомобиле, а самая обычная гидравлическая. Соответственно, следите за состоянием насоса гидроусилителя, следите за состоянием шлангов системы гидроусилителя руля. Течь она начинает в основном, в первую очередь, через верхний сальник. Ну, рейка самая обычная, самый обычный ремонт. 10-15 тысяч рублей, и поехали дальше. Говорить про нее особо нечего. И пока мы с вами не перешли к осмотру автомобиля на подъемнике, также следует сказать про одну особенность конкретно Grand Vitara. Компания позиционирует этот автомобиль как автомобиль повышенной проходимости, но при всем при этом высота, на которую выведен сапун переднего редуктора, фактически она находится примерно вот на этом уровне. Соответственно, если вы любите покататься по бездорожью, штурмуете броды, то крайне рекомендовано данную трубку сапуна удлинить. В интернете полно отчетов о том, как люди эту процедуру выполняли. Сапун выводится наверх, практически под кромку капота, и после этого никаких проблем больше не доставляет, поскольку такое расположение сапуна может приводить к попаданию влаги и воды непосредственно внутрь переднего редуктора. Соответственно, вместо этого масла у вас там образуется эмульсия, и при таком варианте редуктор долго не проживет. Кстати, один из советов при выборе поддержанной Витары будет обратите внимание на отсутствие трансмиссионного гула при тест-драйве, и в обязательном порядке, чтобы там не говорил предыдущий хозяин, от греха подальше поменяйте масло в переднем редукторе перед началом дальнейшей эксплуатации автомобиля. Этим вы значительно продлите ресурсы данного агрегата. Итак, переходим к осмотру автомобиля на подъемнике и к диалогам о подвеске. Гранд Витары. Подвеска на Витарах на самом деле достаточно крепкая. Подвеска выполнена на рычагах. Средний ресурс компонентов подвески порядка 100 тысяч километров пробега. Но это при условии, что вы используете автомобиль на асфальтовых дорогах. Если вы, соответственно, будете гонять по щебенке, либо постоянно выезжать на бездорожье, ресурс компонентов подвески будет, естественно, меньше. К слабым местам стоит отнести втулки и стойки переднего стабилизатора. На данных автомобилях их предельный ресурс порядка 25 тысяч километров. Это при эксплуатации по асфальту. Хотя были прецеденты, когда на новых автомобилях стойки стабилизатора выходили из строя и на 4 тысячах километрах пробега. Но средний ресурс это все-таки порядка 20-25 тысяч. Детали, в принципе, недорогие и поменять те же самые стойки можно даже просто элементарно на ремонтной яме. Никакой специнструмент вам здесь не понадобится. Порядка 100 тысяч километров выхаживают сайленблоки, задние сайленблоки передних рычагов до появления трещин, до того, как они порвутся и прекратят свои функции выполнять. И если смотреть на оригинальные запчасти, то передние рычаги на авиторе придется менять в сборе, если говорить об оригинале. Шаровые также в рычаге запрессованы, также формально они не подлежат замене, если говорить про оригинальные запчасти. Но ресурс шаровых даже немножко побольше, порядка 120-130 тысяч километров пробега. Также при осмотре обратите внимание, чтобы не текли сальники переднего редуктора. Чаще всего бежит сальник со стороны правого привода. Передний редуктор на витаре мало того, что бывает, страдает от конструкции сапуна, как уже было сказано ранее, так и если вы смотрите машину, где по сальникам редуктора присутствует обильная обширная течь, вы, конечно, не можете сказать, сколько этот автомобиль с такой течью проехал. Если это достаточно долгое время, и редуктор уже продолжительное время поработал с недостатком масла в корпусе, ну, соответственно, зачем вам попадать на последующую замену всего редуктора. От покупки такого автомобиля, возможно, лучше будет воздержаться. Ну и, конечно, не забудьте проконтролировать, чтобы не тек коренной сальник. И также обратите внимание на сухость всех сальников трансмиссии, в том числе, например, и хвостовика коробки передач. Что касается задней подвески витара, здесь у нас многорычажка. Соответственно, большое количество сайлент-блоков. На состояние этих самых сайлент-блоков однозначно надо обращать внимание при покупке автомобиля. Каких-либо особо слабых мест по задней подвеске в Гранд Витара нет. Исключение составляют вечно закисающие развальные болты, которые, если их периодически не шевелить, и они не были предварительно, например, владельцем промазаны чем-нибудь ради защиты от коррозии, имеют свойство, соответственно, закисать и в последующем демонтируются только при помощи болгарки. Ну и, как следствие, приходится, соответственно, менять и сайлент-блоки в рычагах. Также имейте в виду, что на Гранд Витарах стояночный тормоз реализован посредством барабана. Соответственно, в нем есть колодки. Если этим тормозом долго не пользоваться, то он может, соответственно, приходить в негодность при покупке. Проверьте работоспособность стояночного тормоза. И перед тем, как переходить к каким-то окончательным выводам, нужно сказать пару слов по системе полного привода Suzuki Grand Vitara. В отличие от большинства своих конкурентов по паркетному цеху, таких как Toyota RAV4, Honda CR-V, Hyundai Tucson и так далее, данный автомобиль имеет постоянный полный привод, полноценную раздаточную коробку. Также у него есть понижающий ряд в трансмиссии и, между собой, дифференциал, который вы можете принудительно заблокировать. На бездорожье Grand Vitara на самом деле достаточно серьезно вооружена по сравнению с кроссоверами, использующими электрическую мухту подключения задней оси при пробуксовке. Однако в стандартном исполнении клиренс у этого автомобиля это все те же самые кроссоверные 20 см. Соответственно, если вы планируете использовать свою Grand Vitara не только для езды по городу и по снегу, а где-то и на серьезном бездорожье, советую заранее изучить рекомендации по доработке автомобиля под такие условия эксплуатации. Что касается раздаточной коробки и системы полного привода на данной машине, то по своему ресурсу они могут посоперничать с автоматической коробкой передач. То есть ресурс их огромен. Неполадки в данных системах встречаются очень и очень нечасто, практически никогда. Итак, какой можно подвести итог по Suzuki Grand Vitara? Надежен данный автомобиль или нет? И какой вариант все-таки предпочесть? 2 либо 2,4 литра? Если вы эксплуатируете автомобиль в основном в городском цикле, то, естественно, ваш выбор это Vitara на автомате. 4-ступенчатая коробка передач в данном случае это еще и оптимальный выбор с точки зрения отсутствия каких-либо затрат на ее эксплуатацию и поддержание в рабочем состоянии. Что касается двигателей, не питайте иллюзий. Кроссовер с постоянным полным приводом, у которого имеется раздаточная коробка, по определению не может расходовать в городе 10 литров бензина. Расход на Vitara начнется с отметки 15. И это еще очень даже неплохо. Соответственно, по расходу топлива разницы между 2 и 2,4 особой нет. Есть небольшая разница по динамике. 2,4, конечно, по приемности, более высокооборотистый двигатель. С ним вы будете комфортнее чувствовать себя на трассе. Но если вы уже никуда не торопитесь, вы передвигаетесь в основном в городе, то с точки зрения ресурса и беспроблемности эксплуатации, 2-литровый J20A будет для вас оптимальным выбором. Ну, вот и все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие обзоры. Оставляйте в комментариях свои пожелания относительно того, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике. Также этот и другие автомобили вы можете найти на нашем сайте. Переходите по ссылочке под этим видео. Смотрите, изучайте, выбирайте. Всего вам доброго, спасибо за просмотр, приятного вам дня, до свидания.